Это большая перемена. Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с депутатом Алексеем Аносовым. Предлагаю устроить импровизированный брифинг со студентами-журналистами. Я задам первый вопрос. Сразу сделаю акцент на том, что вы депутат от Ханты-Мансийского избирательного округа. Как это отражается на вашей депутатской работе? Все мы прекрасно знаем, что Тюменская область у нас сложный составной субъект. Помимо депутатов от Юго-Тюменской области, у нас есть депутаты, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Нейский автономный округ. На самом деле, законодательство этих двух субъектов очень сложно переплетено между собой. И я бы сказал, что иногда ты себя чувствуешь, как у нас говорят, свой среди чужих, чужой среди своих. Я постараюсь объяснить, почему это происходит. В законодательстве Тюменской области сказано, что я как депутат Тюменской области имею право, помимо законодательной инициативы, здесь на юге, выходить с ней и в Думу Ухмау и Инау. Но, к сожалению, как показала практика, закон не отработан. Устав ни Ямало-Нейницкого автономного округа, ни Ханты-Мансийского автономного округа не позволяет данной категории депутатов вносить законодательную инициативу. В этом есть небольшие сложности, потому что мои избиратели, они находятся именно там, на севере. Это те люди, которые оказали доверие и благодаря которой поддержке я сегодня представляю именно их интересы в Тюменской областной думе. Вы руководите региональной организацией «Союз ветеранов боевых действий». Это еще одно направление вашей общественной деятельности. Как я понимаю, это близко вам лично? Да, действительно. Я сам являюсь ветераном боевых действий. После окончания школы и первого курса лесотехнического техникума Екатеринбурга я был призван в ряды российской армии и направлен для прохождения срочной воинской службы в город Сазбест. Это 12-я бригада спецназа ВДВ. То есть элитные части, нужно было предполагать, что в случае начала каких-то боевых конфликтов есть большая вероятность, что мы будем именно в них участвовать. Как и случилось, в 95-м году, со дня начала практически боевых действий Чеченской Республики, наш отряд был направлен туда. Я фактически там выполнял поставленные боевые задачи, за что впоследствии был награжден медалью Суворов. А эта общественная нагрузка, которая, вы говорите о региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», это действительно достаточно большая общественная организация, 150 примерно человек, это взрослые мужчины, которые имеют боевой опыт у себя за плечами. Руководить ими достаточно сложно. И мое руководство этой общественной организации началось еще задолго до того, как я стал депутатом. Поэтому, наверное, именно благодаря вот этой поддержке, той мужской, да, слаженному коллективу, я впоследствии и стал депутатом. Поэтому вот эта вот общественная нагрузка, постоянно встречаться с людьми, знать проблемы, как живут люди, пытаться их решить, искать пути решения, она действительно закалила еще в период нахождения меня председателем общественной организации. Когда я стал депутатом, в принципе, просто добавилась дополнительная нагрузка, а именно общие подходы, они не поменялись. В продолжении этой темы, на ваш взгляд, как компетентного человека, как правильно организовать патриотическое воспитание? Сложно сказать. Это, наверное, один из самых сложных вопросов, что такое патриотика, да, что такое патриот. Это, наверное, как у нас формулируют правильно, это любовь к родине и жертвовать своими личными интересами на благо своего государства. Вообще, я думаю, что что такое патриотизм и где он начинает воспитываться? Он начинает воспитываться в семье. То есть родители должны личным примером показывать подрастающему поколению, что на самом деле патриотизм. Потому что человеку, сколько ни рассказывай о хорошем и плохом, да, он все воспринимает на личном примере. Если человек показывает личным воспитанием, действиями все, что является в его понимании патриотично, то он, конечно, передаст эту ребенку. Потом школа, институт, ну и уже социум, когда люди выходят. Вообще, мне кажется, что у нас достаточно патриотическое население, потому что Россия в разные годы переживала разные и хорошие, и плохие моменты. Но нужно отдать нашему населению, что мы, проходя такие сложные путь развития, всегда оставались одной из самых, наверное, патриотичных стран. Мы прекрасно понимаем, и нас есть чем гордиться, что ни Российская Федерация, ни Советский Союз, ни сейчас Россия не начинали, как правило, первыми войны какие-то крупномасштабные. То есть, вот именно то качество, которое нам присуще, что мы сами никого не обидим, но себя в обиду не дарим. То есть, наверное, с молоком матери начинает воспитать настоящих патриотов в нашей стране. Вы состоите в Комитете по социальной политике в Тюменской областной думе, руководителем которого является депутат и ректор Тюменского государственного университета Валерий Николаевич Фальков. Какую оценку вы можете дать вашей совместной деятельности? Мне сложно давать совместную оценку, причем это самому себе. Я могу единственное сказать, что комитет у нас достаточно большой, там порядка 15 депутатов Тюменской областной думы входят в него, возглавляя действительно ректор вашего университета. Комитет один из самых сложных. Почему вот я выбрал для себя его? Потому что социальная политика, она касается всех сфер жизни. И когда я возглавлял еще общественную организацию ветеранскую, помимо ветеранов ко мне обращались и семьи погибших, и многодетные матери, и все-все-все. Потому что законно они так или иначе и переплетаются. Я для себя выбрал комитет по социальной политике, ну и так получилось, что Валерий Николаевич его возглавляет на сегодняшний день. Достаточно компетентный человек, там люди разные, с богатой уже не только политической, да, а трудовой биографией, в которой люди прошли разный жизненный путь. Я думаю, что мы работаем достаточно слаженно. Мы, конечно, бывает, не сходимся во мнении по ряду вопросов, но в целом нам всегда удается договориться и выстроить общую позицию, которая в дальнейшем будет озвучена уже на Думе для принятия решений. Вы получали образование в 21 веке, и теперь, проработав на многих должностях, вы можете сказать, какие знания необходимы студенту, и что вы можете посоветовать мне? У меня три образования. По первому образованию я техник, технолог деревообработки. Второе образование – это менеджер, инженер-экономист. И третье – это курсы повышения квалификации по президентской программе. Что посоветовать студентам за тот жизненный путь, который я пошел? Я надеюсь, что это недостаточно небольшой, а может быть, только на полпути своего жизненного. Но хочу сказать, что пока у вас мозг устроен таким способом, и вы готовы воспринимать любую информацию, накапливайте тот багаж знаний, потому что неизвестно, как сложится дальше ваша жизнь, и какие знания вам действительно потребуются. Потому что всегда нужны и журналисты, и юристы, и бухгалтера, и врачи, и учителя. Поэтому все работы нужны. Единственное, чтобы вы выбрали профессию по призванию. Если вы выберете себе именно такую профессию, вы сможете с ней максимально раскрыться. Это будет очень здорово и для вас, и для всех нас. На Большой Перемене мы встретились с Алексеем Аносовым. До встречи в аудиториях Тюмгу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова